Идите на кладбище! Книгоман этот призыв может найти, например, у Акунина. В его кладбищенских историях книга посвящена интересу писателя посещению кладбищ. Говорит Акунин, там узнаешь историю, оценишь судьбы, сформулируешь для самого себя заветы. Идите на кладбище! Это же предлагают и краеведы, и даже экскурсоводы, готовые водить группы для тех же все целей. Например, можно поразмыслить над подвигом, над славой и слабой памятью потомков в Орле, на кладбище Афанасьевском. Вот у этой могилы, которую и не найдешь-то без провожатого. Смотрите, памятник из камня и из металла, поясок которого поддерживает покосившееся когда-то надгробие. Из камня и металла был как будто и человек, который лежит здесь. Герой Советского Союза. Петра Труханова, краевед Александр Полынкин, точно назвал «матросовым» из Орла. В 44-м при форсировании Днепра в продвижении наших войск мешал немецкий дзот. Товарищ Труханов, истекая кровью, теряя сознание, лег левым плечом на амбразуру дзота и загородил его вместе с телом пулемета. Пулемет немца захлебнулся, и наша пехота быстро ворвалась в траншеи противника, нанеся ему тяжелый удар. Командир. В представлении название героя. Кроме звезды героя, у него еще наград на всю грудь. В отличие от Матросова, себя ухитрился сберечь. Прошел войну, демобилизован по инвалидности из-за неоднократных ранений. Вернулся в одел, тяжело работал, стал почетным железнодорожником и ударником коммунистического труда. Завел семью. Умер в 1992-м, уже потеряв страну, за которую сражался. В 1991-м году он даже пришел домой и такой весь на нервах, весь вот так вот желаки, вот так вот у него ходуном ходят. И говорит, это ж надо. Мне сказали, а что вы воевали? Если бы вы не воевали, мы бы сейчас жили. Во! И показал вот палец, кто ему вот это вот такое сказал. Вы понимаете, он был вне себя от этого. Страна, за которую сражался, почти потеряла и его самого. Найти могилу и узнать, кто здесь лежит, можно только с Аказией. И Труханов, он же такой не один. От героев былых времен и впрямь уже почти ничего не осталось. Ситуацию исправить решили инициативники от чиновничества и статической науки Орловского поискового движения. Лично моя мысль озвучена. На входе в каждое кладбище нужно поставить, как в Москве, хотя бы на крупных кладбищах, типа схемы, на которой будут обозначены могилы захоронения наших выдающихся личностей. Герои Советского Союза, деятели культуры, ну и так далее. Можно и в электронном виде. А вот руководитель межрегионального поискового движения «Костер» Николай Красиков делает замеры. Ведь со своими ребятами обещался мемориал выровнять, поменять его основания, вокруг выложить плиткой, обновить надписи на камне и укрепить на нем стилизованную звезду героя, чтобы было видно издалека. Есть идея, собственно, обратиться в школу, в окрестные школы, с целью привлечения к этой акции, к акции, ну, на данный момент реконструкции самого захоронения. С одной стороны, чтобы они знали, что у нас герои лежат не только где-то в определенном месте, но и на морских кладбищах тоже они есть. Ну, в данном случае он единственный такой. Ну, наверное, от них и будет зависеть дальнейшее состояние и уход за мемориалом. К задителю. Все описанное от ремонта до изготовления схем – частная инициатива, поэтому помощь не помешает. Обращайтесь в редакцию и идите на кладбище. Сергей Быковский, Павел Джамабаев, Телеканал Первый областной.